здорово народ сибиряк на 07 с вами выбрался сегодня на речку прямо в черте города чтобы половить на мормышку а только не на ту мормышку на которой ловился зиму а уже на мормышку со спиннингом да ребят передо мной жидкая речка в которой есть мирная рыбка которую уже можно пробовать поймать на мормышку и сегодняшнюю рыбалку можно официально считать открытием сезона спиннинга камеру залепляет снегом пошел такой пушистый снежок сегодня минус 1 не знаю что из этого получится шансы есть будем пробовать так первый заброс заброс получился под ноги ну ладно думаю это не самая страшная вредничает рыбка пока перемещаясь ниже или я не нашел или пока не нашел к ней подход о как ну что ребят первая рыба на спиннинг в сезоне и тысячи двадцать убежал но тем не менее на мормышку полуграммовая с имитацией мотыля опа есть на плавном падении прицепился еще один зверь в окунь номер два офигеть мне такие со льда даже со льда даром не нужны а здесь я ему рад ну что к моему удивлению не удалось найти рыбу честно сказать я не надеялся на то что все таки что-то поймаю потому что все таки время такое еще очень сложное рыбы здесь явно очень мало но методом проб и ошибок нащупал что рыбка стоит вот в этом месте тот островок посередине и русло получается идет с моей стороны прям под берегом то есть я полностью перекидываю это самое русло и окуньки стоят получается на этом береговом свале вот в русло от островка подошелся начал кидать получил что-то такое типа задева поклевки такой тону нафиг быть не может потом еще раз также провел поймал первого но вот после него еще двух такая кажется ерунда блин а столько счастья после зимы о доболтался попал в корягу и оторвал мормышку а столько и счастья после зимы наконец спиннинг руках подержать прям все полные штаны счастья и даже даже с такими аквариумными рыбками хоть и шарака стоял тоже сюда кинуть поклевка было это даже не поверил что правда что об опа сижу тут про поклевки размышляю ребятки беленькая о как до хорошего размерчика это елец какой красивый красивый ельчик отличного размера такого и летом очень приятно поймать вон какой хороший толстенький ельчик кайф ветер только не кайф сижу главное такое размышляю о том что сюда уже подходил только вот с того направления делал заброс к этому островку возле него была поклевка но я даже не первый что это была поклевка и не стал что-то в это место опираться сейчас подошел с другой стороны к нему выше по течению до течение идет и вот оказывается здесь возле этого островка ты движуха походу основная ветер зараза усилился он очень холодный и рукам очень неприятно с таким ветерком конечно есть еще какая-то рыбеха еще один в облинах и каткир плотва жор пошел офигеть да и размер то какой блин такую плотву на мормышку-то со льда прикольного поймать хорошая обалдеть обалдеть какая красивая на солнышке переливается вот кстати интересный момент влияет ли цвет мормышки я поймал первых рыбок на золотую потом решил перевязаться на черную ни одной поклевки вернулся снова золотой мормышки и вот уже подряд поймал ельчика и плотвичку просто поклевки происходит и буквально под ногами потому что русло она вот здесь идет и рыба уходит оттуда когда поднимается видимо с той стороны против проходит сюда и здесь она буквально мне под ногами как раз то что нужно для ловли на мормышку и вот у меня вообще прям привет на самом деле потому что потому что это первая рыбалка на спиннинг сезоне соскучился я по нему очень соскучился по спиннингу по-любому неважно там мормышка не мормышка есть 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 кого-то я уговорил да со стороны это наверное похоже немножко на извращенство в общем то это и есть извращенство скажет ненормальный эти спиннингисты готовы ради вот таких вот крокодилов страдать такой ерундой как говорится охота пуще не оль и на на кунек глубина здесь очень маленькая то есть так поняла где-то полметра силы метр неплохое течение присутствует поэтому приходится сидеть на корточках чтобы не пугать рыбу потому что вода принципе прозрачная и когда стоял поклевок не было когда так вот присел на корточки появились поклевки а 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 ничего себе ясь ясь офигеть это мой самый крупный есть на мормышку вообще вот это дела как так сейчас я поднять леска тонкая вот это номер вот это номер как там ребят в одной поговорке терпение труд все перетрут на самом деле был уже на грани уйти домой потому что я наверно часа два или три уже лазил ничего поймать не мог и все-таки нащупал рыбку подобрал к ней ключик и это самое на кайфовое когда ты едешь вообще без информации без всего просто вот а попробую каясь ездить на речку в черте города она же жидкая вот написал там где-то новость что вроде как здесь даже на удочку что-то маленько поймали попробую и вот такой вот может сказать терапии для мормышечной снасти хороший подъездочек он конечно не в той кондиции в которой обычно летом они летом будут такого боя дал но все равно кайфу вообще супер переполняет эмоции у ну давай красавица шуруй интересно что мужики если мы подошли тоже на удочку пробовали ловить на удочку у них что-то не поклевки а видите на мормышку чё распечатал я это место зашевелились эти рыбехи тоже совсем недалеко от меня получается все вот в этой вот ямки на очень деликатные проводки над дном ступенечка то есть подыграл мормышкой поднял опустил подарок попустил и вот произошла поклевка че кайф снасть мне сегодня то же самое которое прошлом году было это я вот до настроил скажем тогда плетенку купил очень тонкую 015 поводок из флюра 012 ну и мормышинговый спиннинг мой любимец это crazy fish на на zero вот нынче планирую потестировать более бюджетный вариант на на zero который будет на на zero из и вот на их пока нет наличия у меня его нету так что кайфуем в с этим в основной комплектации на кольцах тарзай там усидела так кто нас там на береговом свале подобрал матрос матросы стоят все в одной локализации там за островком сразу маленькая мель и потом идет углубление получается и вот на сходе с этой мели то есть сразу там такой ступенька видимо хорошие они стоят прямо под этой ступенькой все поклевки мирный рыб получается были в глубине этой ямки соответственно ух ты ничего себе ух ты моих так ну вы поняли до глубина снега то есть примерно ну по мужские половые органы если говорить научным медицинским языком хочу маленько проползти выше по течению наверное камера что там офигевает как трясется вот чё дома человеку не сидится вот надо мальков ловить на мормышку вот по таким сугробам ловите надо гнездо пошире сделать чтобы чтобы к снегу самому прикасаться чтобы не простудиться об есть есть прям под под самым берегом ого и отцепился ну ладно хорошую культу мормышинг эта тема хоть и сомнительное удовольствие на тему поклевок больше нет хочу попробовать поставить мормышку потяжелее эта мормышка где-то 0506 грамма поставить что-нибудь там ближе к 07 к 08 чтобы уверенно сквозь ветер пробивать дно и попробовать такую большими краджиговую на подачу мирная рыба вряд ли будет на такую реагировать более агрессивную подачу окунь вполне может что если есть неплохой окунишка то но почему бы не поймать неплохих окунишек правильно такую мормышинцы поставить но потяжелее вроде бы есть есть хорошая рыба море качу хотел поймать окуня поймал снова ельца хорошего размера на агрессивной подачи о блин толстый-то жирный отъелся на этих на химикатах на пестицидах речка грязная с города бежит наживался всякого говна простите какой жирный ильчина такой круглоквадратный я тут им значит деликатные проводки делаю мормышку облегчая а он он просто на кирпич весом 07 грамма спокойно на джиговой ступеньке клюет притом с таким весьма агрессивным трясом поклевки пока прекратились как говорят рыболовы и зимники надо дать место отдохнуть или лунки отдохнуть мы конечно не в лунки сейчас рыбачим но что-то близко около того поэтому пускай рыбка отдохнет я хочу пока попить кофейку погреться погода обманчив потому что когда ты на льду весной в минус 1 просто жара и сафари а когда ты возле открытой воды в минус 1 еще ветерок присутствует руки отмерзают нафиг только в путь ну плащи прям горная речь перекаты камни а всего лишь обычная грязненькая речушка в черте города ребятки еще кого-то уговорили беленький оба еще один ельчик только плоти это тоже другого окраса те были с белыми плавниками а это елец с красненькими такими алыми поставил снова этого мотылика как разведчик концу не больше всего рыбу принес поэтому в него и рыбольше переместился здесь получается речка сужается русло по ту сторону уходит там он какие-то камни мусор лежат струя теченицы а за камнями тут чуть-чуть послабее течение а дальше вообще он водопад журчит и вот за камушками стоял ельчиками карца он здесь должен быть не один по идее такое красивое место здесь весьма антуражное с течением есть ах ты сошел есть едва уловимая поклевочка из-под того берега мы тащим какую-то мирную рыбку оба еще один ельчик традиционно перекат в течение ельцы тусят классненько . прикорм так это тот который видимо клевал и он теперь доклевал еще один товарищ елец опа ларика еще один из из-за камня выскочил как они бьются это классно до съел то по самые тапки эх а этот пинцетик то я забыл который мне тоже подарил мой подписчик вместе с этими мотыльками он еще пинцет дарил я его забыл дома ну ладно аккуратненько отцепили и отпустили ну что вот так слегка неожиданно для меня сезон спиннинга открыт полноценно даже получилось поймать мини трофейчик на любимый свой зеро такого подъездка на него не доставало наверное одна из самых крупных рыбок который ловил с мормышкой в заброс ой рукам конечно очень холодно ветер пронизывающий но счастье ряд полные штаны прям если у вас есть подобные условия вы сидите ждете пока все растает не сидите попробуйте вдруг там тоже есть рыба снег проваливается подогрелся нас не везде держит все счастливо всем пока